Друзья, всем добрый день. Приветствуем вас из клуба Playground. Здесь рядом со мной находится Сергей Хилко, игрок команды The Red. И наше интервью называется «Возвращение бабули». Ну, в общем, сейчас мы уже видим как бы первые нотки этого возвращения. Серег, ну что, поспать удалось как-то вообще сегодня? Ну, лег, да, пораньше, чтобы выспаться, доехать, то есть все хорошо. Как вообще игра-то, нравится еще? Ну, ничего, кстати, да. Более интереснее стал играть. Интереснее тебе стал играть? Да, появились новые модификации оружия там. Прикольно. В общем, я чувствую, Сергей просто после того интервью, он как бы точно так зарекся просто. Все, я на интервью больше не ржу вообще никогда просто. Ни в коем случае, да, у тебя новый образ? Серьезный. В общем, да. Ну что, такая сейчас небольшая у нас задержка получилась в интервью, а в игре. Как вообще начался матч? Какие у тебя были ощущения? Ты вообще очень сегодня такой серьезный. Вообще, с чем это связано? Проигрывать не хочешь? Нет, я лег пораньше спать и просто не выспался. Поэтому дождик сонный. А выигрывать? Надо выигрывать. Вы вообще как по поводу Китая? Готовитесь плотно? Какие мысли? Когда вы чемпионами уже станете? Ну, естественно, готовимся. Вот, недавно интервью давал Бандерас, да. Он рассказал тоже 24-го, и на 2-й мая у нас будет буткемп. Вот, то есть, все, будем сидеть плотно готовиться по полной. То есть, получается, в этом году у вас, ну, подготовка, ну, самая адекватная, да, будет подготовка в этом году к турниру? Просто супер. Я просто помню, что вот во все предыдущие годы у вас были всегда какие-то хорошие намерения, типа, на подготовку, а потом что-то шло не так, вот, знаешь. Да, такое было, и не один раз. Вообще, вот как вам новая организация? Я так понимаю, вообще все у всех хорошо. Можешь прокомментировать со своей стороны? Пожалуйста, прокомментируй вообще. Как? 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 Все замечательно, всем все нравится, всех все устраивает. То есть, сами организаторы Бандерас, Мункис, то есть, компания Хьюлит Пайкер, также у нас Гейм ТВ, то есть, есть. Не, то есть, нас поддерживают. Насколько возможно. Этот парень просто, он всегда вообще держит свой ритм на интервью, но мы его за это все, в общем, и любим. Ну, что вообще еще происходит нового сейчас в команде? Вот недавно у вас изменился состав, да, ушел Макс, как вы его называли, дельфинчик поющий, да? Вот команда услышала про поющего дельфинчика, тоже там посмеялись, ребята. Вообще, как изменился вот такой, знаешь, там, Team Chemistry, да, то есть, внутреннее устройство команды вообще, на сколько изменилось? Ну, стало нормально играть. Без Макса? Спокойно. Никто дельфинчиком не кричит уже? Хм, гнус бывает, конечно. Ну, ничего, мы тоже ему гопа, и все, и тишина. А как вообще сейчас распределяются роли в команде? Расскажи, кто чем занимается. Кто чем занимается? Ну, Варя Вардит. Я работаю, да, там, Варя Вардит. Ну, в принципе, каждый сам знает, что нужно делать на карте, и пытаемся делать, естественно, ошибки бывают, но мы их, как правило, на тренировках пытаемся минимизировать. Все, да? Вся история твоя? Скажи, а вот с переходом в новую команду, в сообщество вообще, как отнеслось к вашему переходу? Вот, например, игроки, болельщики Virtus.pro, да, которые вас поддерживали в свое время, они как-то вас до сих пор поддерживают, или вообще вы забыли просто вообще об этом этапе своей жизни? Ну, наверное, поддерживают. Я не могу точно знать, поддерживают они или нет. Но, возможно, да, они же или нет. Ну, я понял. Вот сейчас вот перед матчем вообще много людей написало, что-то пожелало, там, сказало? Наверное. Я не заходил в контакт, не смотрел. То есть ты стараешься держать свое настроение, да, и свою серьезность, и пускаешь, так сказать, лучшие качества в правильное русло? Возможно. Да. Что скажешь по поводу Еремии? Вот у вас такое жесткое противостояние, я говорил вот с Энэйблом из Еремии, он говорит, что будет болеть за вас в Китае, как бы, да, там, борьба борьбой, но отношения хорошие. Как вообще у вас? У нас? Нормальные, дружеские. Наверное. Как вы вот вообще стали чемпионами? Как такое могло случиться? Ну, хорошо играли. Игра нравится, потому что игра нравится. Друзья, ну что ж, это был Сергей Хилка из команды The Red. Мы сейчас сделаем еще несколько прямых включений с игроками. На самом деле, действительно хорошая атмосфера, обстановка, у людей хорошее настроение, несмотря на то, что произошла такая небольшая задержка. Мы обязательно возобновим сегодняшний матч, это произойдет буквально минут через 20. Поэтому никуда не отключайтесь, сегодня вас ждет очень-очень классная, серьезная игра. И сейчас вот вы можете смотреть на Хилку тоже, это тоже вот на его серьезное лицо. Он тренировался где-то 3-4 месяца вообще. Мы с ним условились просто после того эпического интервью, что в будущем у нас не будет такой ситуации. И вот более серьезнее, он говорит, в общем, вот это интервью, оно показало, что Хилка действительно проделал большую работу над собой и стал очень-очень серьезным игроком. Да. Ладно, друзья, мы, в общем, будем заканчивать это интервью. Передаем слово Мише.